здравствуйте за рима я благодарю вас за то что вы нашли время и сегодня приехали к нам почему я это говорю потому что вы приехали с корабля как говорится на бал буквально вот два часа назад вы еще были в дороге вы отправляли груз вы отправляли посылки нашим ребятам которые находятся в зоне своем мне бы хотелось узнать кому вы помогаете чем вы помогаете и сегодня у вас что за отправка была здравствуйте был мы организовали группу инициативную группу называется помощь пайдцам качер поначалу у нас был узкий круг ребят которым мы могли помочь из-за того что у нас была информация скудная на данный момент мы расширили естественно круг свой кому мы помогаем помогаем всем без исключения тем которые находятся на передовых позициях отправляем полностью все что просят ребята начиная со сладостей заканчивая техникой за рима это наверное потому что так случилось что ваш старший сын тоже сейчас находится на СВО вот это вас подвигло на то чтобы заняться вот этим благим делом и это в том числе и да естественно если родной ребенок находится там естественно это бессонные ночи думки всякие по ночам и цель как бы помочь этим детям чтобы облегчить вот то что они делают изначально мы не знали где наши дети и практически они нам ничего не говорили естественно мы ничего не знали мы стали помогать другим детям поначалу я помогала другим потому что я не знала где находится мой сын в какой местности а потом потихонечку уже все прояснилось все как-то устаканилось и уже помогаем всем и и сыну помогаем в той бригаде в котором он находится недавно от министерства обороны нам нашей группе дали благодарственное письмо вручили еще не вручили выписали это мне уже позвонили сказали просто об этом а так помогаем всем чем можем за римана я хочу сказать о том что вы прямо на первую линию до поставляете помощь да как настроению ребят ну расскажите настроение у них бодрые они естественно не падают духом зная что у них тыл хороший зная что есть за спиной у них люди которые будут помогать им не жалуются просто мы как мамы объединились и посылаем вот то что в чем они нуждаются я хочу сказать о том что вы не просто в инициативной группе не просто помогаете участникам сфу вы являетесь председателем женсовета а улады гехабль и хотелось бы узнать как вы стали в руководстве вот этого женсовета кто входит ваш женсовет как я стала председателем женсовета но оценив видимо мои способности я этого даже и не знала но девочки попросили возглавить женсовет а улады гехабль подумала так ну думаю помогу и чем смогу согласилась входят туда наши жители а улады гехабля и активные женщины а улады гехабля и плюс у меня еще тут девочки с нашей группы такие очень инициативные помощники чем конкретно вы занимаетесь в женсовете конкретной работы у нас нет на этот этап самая главная задача помочь сейчас ребятам на изво вот почти все наши силы все наше время уходит на помощь ребятам вы же совсем недавно существуете да мы организовались буквально осенью прошлого года не получается полностью отдаваться работе так как у нас во первых нет своего помещения нет возможности собираться и обсуждать свои какие-то проблемы насущные да насколько я знал вы в составе регионального отделения союза женщин россии в карачаево-черкесии под руководством марины барлаковой да да верно вот союз женщин россии занимается за очень такой расширенной проблемой проблемой всех наверное матерей там конкретно не указывается тема союз женщин россии тоже хорошо помогает нашим ребятам видя в каких условиях они живут работают да очень тяжело видно что тяжело хотя ребята сами не жалуются но видно что им тяжело и нужна постоянная помощь в технических средствах вот мы не вчера буквально отправили буханку транс машину буханку так как ребята просили очень давно просили предоставить им буханку для вывоза раненых к сожалению и убитых я знаю что эту тему лучше не затрагивать что касается сву но вы своими глазами видели в каких условиях наши ребята живут конкретно мы на первой позиции не выезжали к нам на встречу ребята выехали и мы им передали по транспорт с гуманитарной помощью я бы хотела услышать от вас какие-то пожелания для тех кто сейчас находится в зоне сву и для их мам для всех близких хочется 1 скорее чтобы все это закончилось и все дети которые находятся там чьи бы они ни были они все наши дети у нас разницы нет наш ребенок не наш они сейчас стали все нашими детьми хочется увидеть их дома все живыми невредимыми победа будет и победа будет за нами естественно а тем которые там остались которые полегре конечно вечно их им память если говорить о перспективах союза женщин мне бы хотелось узнать что вы планируете вот на ближайшее время помимо того что вы помогаете как мы сказали нашим воинам еще что то есть у вас планах у нас в планах есть некоторые вопросы но можно сейчас озвучивать не буду потому что мы с девочками договорились какие-то какую-то работу выполнить вот получится когда получится мы можем за это смело говорить вы ушли полностью из педагогики и посвятили себя общественной деятельности да да пришлось ну что ж мне остается пожелать вам успехов в вашей работе благородной работе нужной работе и чтобы мы одержали безусловную победу спасибо вам мы только об этом и мечтаем и думаем спасибо вам большое спасибо силе приглашаются кандидаты для прохождения военной службы по контракту поступая на контрактную службу вы выбираете честь отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов служба по контракту это стабильность для вас и вашей семьи достойное и гарантированное денежное довольствие жилищное обеспечение современное обмундирование серьезная профессиональная подготовка новейшие системы и комплексы на вооружении стань героем для своей семьи для своей страны делай то что действительно важно обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 86 52 24 99 51